Добрый день! Сегодня мы с вами начнем читать книгу пророка Амоса. Она относится к числу книг малых пророков. Понятно, что малыми мы их называем просто потому, что эти книги меньше объемом, чем книги Исаия, Иеремия, Иезекииля или Даниила, которые тоже относятся к пророкам, хотя не очень похож на прочих. И мы с вами сегодня будем говорить о книге Амоса, которая хронологически, наверное, самая первая из книг малых пророков. Откуда мы это знаем? Ну, просто по датировке, потому что события, описанные в этой книге, они довольно неплохо ложатся на общую шкалу хронологии Ветхого Завета. Амос – пророк 8 века до н.э. Тогда израильский народ разделен на две части – Северное и Южное Царство. Северное называют обычно Израильским, Южное – Иудейским. Иерусалим относится к Южному Царству, хотя стоит фактически на самой границе. В Северном Царстве есть свои святилища. Эти святилища, строго говоря, противоречат Моисея и его закону, противоречат представлениям о том, что центр, в котором собирается израильский народ для поклонения Богу, должен быть только один. И вот Амос, собственно, по этому поводу и выступает. Кто он сам? Мы о нем знаем крайне мало. Он называет себя неким скотником, можно так перевести это слово. Это не очень понятно кто. То ли рабочий, который ходит за стадами, такой сельскохозяйственный наемник, то ли скотовладелец, может быть, достаточно богатый человек, но в любом случае он не священник, он не левит, он не представитель вот того наследственного духовенства. Тогда, конечно, духовенство было исключительно наследственным. Надо было родиться сыном священника, чтобы стать священником. Надо было родиться сыном левита, чтобы стать левитом. И других способов не было. И вот, собственно, это о том, кто такие пророки. Это люди, которые не были встроены вот в эту систему какого-то такого духовного управления народом Израиля или не были встроены в систему каких-то святилищ, но которых Бог просто посылал для того, чтобы сообщить те или иные вести своему народу. И вот Амос первый из тех, кто оставил после себя книгу. Конечно, пророки были до него, Илья, достаточно вспомнить такое имя, но и даже не он один, а о Моисее говорится, как о пророке. И в любом случае Моисей связан у нас с пятикнижием, но это не текст Моисея. Это не текст, который Моисей произносит от своего имени. А вот когда появляется пророк и говорит от себя, то появляется пророческая книга. Книга пророка Амоса именно такова. Я прочитаю свой перевод, который был сделан некоторое время назад. Слова Амоса, одного из скотоводов из Текоа. Такая небольшая местность в Израиле, городок. «Видение об Израиле, полученное им, когда в Иудее царствовал Узия, в Израиле Яровам, сын Юаса, за два года до землетрясения». Землетрясения там, очевидно, периодически происходили. Ну и поскольку хронология этих самых израильских иудейских царей нам довольно неплохо известна, мы понимаем, что это восьмой век. И отношения между двумя этими самыми царствами, они, ну, в чем-то похожи на отношения многих других родственных, но раздельно живущих народов. То есть они понимают, что, в общем-то, они очень близки, но при этом они не очень дружат между собой и все время какие-то конфликты. Итак, за два года до землетрясения он сказал «Господь возгремит с Сиона, голос его придет от Иерусалима. Горевать будут пастбище пастушеские, высохнет трава кармеля». То есть Сион, Иерусалим, а Сион – это главный холм, на котором стоит Иерусалим, где находится храм, остается по-прежнему центром, священным центром этой разделенной нации. Вот этого народа, который на два уже политических государства разделился и, в общем-то, может быть, забывает о своем единстве. Кармель – гора, которая расположена на территории Северного царства. И вот Амос непатриотичен. Он отнюдь не призывает к тому, чтобы Северное царство заботилось о своих святынях. Скорее он, наоборот, призывает их идти к Иерусалиму, потому что именно там поклоняются Богу так, как он повелел это делать. Так говорит Господь. И дальше очень отрадное, наверное, и для Северного, и для Южного царства обличение всевозможных окрестных народов. Но у нас могут быть какие-то конфликты с нашими братьями по ту сторону границы, но вот другие-то они же точно плохие. К трем преступлениям добавляет Дамаск четвертое, не пощажу. Дамаск, как и сегодня столица Сирии. Сирия – довольно мощное государство, гораздо сильнее тогда, чем и Северное и Южное царства. Они Гелиад обмолотили железными орудиями. Гелиад – область в Израиле, которая подвергалась сирийским нападениям, и как зерно обмолачивают, так они своим оружием выбили, собственно говоря, богатство из Гелиада. «Пошлю огонь на дом Хазаэля, уничтожу чертоги Бен-Хадада» – сирийские правители. «Разовью засову на вратах Дамаска, выгоню обитателей долины Авен». «Долина нечестия», как можно перевести это название, не очень понятно, что имеется в виду, но, возможно, такое оскорбительное наименование, собственно, территории самого Дамаска. «Держащего скипетр в Бейт-Эдене, и пойдут сирийцы в изгнание в Кир». Нам сегодня немножко трудно все эти места представить себе на карте, но, в общем, смысл в том, что сирийцы будут изгнаны, и тогда действительно это произойдет довольно скоро, потому что Ассирия, не путать с Сирией, Ассирия – мировая держава, захватывает разные территории, и ее жителям этой территории, конечно, приходится довольно плохо, причем ассирийцы практикуют выселение народов, то, что в СССР товарищ Сталин сделал, когда народ в полном составе или почти полном составе отправляется в некую новую страну для того, чтобы, ну, не бунтовали они, в чужой земле гораздо труднее сопротивляться большой империи. И вот эта формулировка к трем преступлениям добавляет Дамаск, а дальше будут другие местности, четвертая. Это такая особая формула поэтической речи, то есть нет счета их преступлений, и три, и четыре, подразумевается, дальше будет пять, шесть, семь, восемь, сколько угодно. Приятно слушать израильтянам, что из Северного, что из Южного царства. Вот соседи у нас плохие, да, мы всегда об этом догадывались, и не только сирийцы. Филистимлине к трем преступлениям добавляет Газа четвертая. Не пощажу. Всех подряд уводили они в плен, чтобы продать Ведом. Пошлю огонь на стены Газа, уничтожит он ее чертоги. Истреблю жителей Аштода и держащего скипетра в Ашкелоне, протяну руку над Экроном, и погибнет остаток филистимлин. Перечислены эти самые филистимские города. Газа, Аштода, Ашкелона, Крон. Вот они такие, города-государства, по такому, может быть, немножко греческому образцу. И Господь, собственно, накажет их за то, как они обращались с его народом, с Израилем. Дальше про финикийцев, еще одних соседей. Так говорит Господь, к трем преступлениям добавляет Тир четвертая. Тир – город, который сегодня в Ливане. Не пощажу. Всех пленников они продавали в Эдом, не вспомнив о братском союзе. Братский союз – дело в том, что финикийцы, жившие к северу от Израиля, обычно бывали для израильцев союзниками. И, кстати, храм помогал строить царь Тира, хирам. Ну, вот, когда начинаются какие-то сложные политические события, то, конечно, каждый думает о своей выгоде. И филистимлине, равно как и сирийцы, равно как и финикийцы, которые вроде бы союзники, пользуются тем, что Израиль в сложном положении нападает, продает его пленников, еще одному племени – Эдомитяна. «Пошлю огонь на стены Тира, уничтожит он его чертоги». Ну, а теперь те самые Эдомитяне, которые скупают пленников, то есть они-то уж хуже всех точно. Так говорит Господь, к трем преступлениям добавляет Эдом четвертое, не пощажу. Эдом – родственный народ, который живет к востоку, и все остальные, там могут быть союзники, не союзники, но Эдомитяне еще и родственники, очень близкие родственники. «Он гонялся за братом с мечом, милость отбросил, ненасытным был его гнев, непрестанная ярость». Вот слова о родном народе, они, конечно, гораздо жестче, чем о пусть союзных, но все же чужих финикийцах. «Пошлю огонь на Тайман, уничтожит он чертоги Боцры». Ну, это все географические названия, то есть местности или города, в которых живут Эдомитяне. Так говорит Господь. К трем преступлениям добавляют Аммонитяне четвертое. Аммонитяне – еще один народ, и тоже достаточно близкий к Израилю. «Не пощажу. В Гелиаде беременным вспарывали живот, расширяя свои пределы». Интересно, что вот это преступление, конечно, бесчеловечное – вспарывать живот беременным, тут же сравнивается с этой экспансией. Когда хотят отнять кусок какой-то территории, то вот такие вещи и делают. Почему? Ну, потому что, если женщина родит, то эти дети будут потом чувствовать себя на своей земле. Надо, чтобы их просто не было физически. И поэтому нападение, оно связано с геноцидом, как это называется сегодня. «Зажгу огонь в стенах Раввы, уничтожит он ее чертоги. В день битвы под крики войск, в день бури, под вой и ветра. Тогда пойдет в изгнание их царь и князья его, с ним сказал Господь». Ну, вот Раббат Аммон, собственно, столица Аммонитян. Тот город, который сегодня называется Амманом, столица Иордании. Вот такие пророчества об этих народах. И дальше, в начале второй главы, мы сегодня тоже это прочитаем. Господь обращается к еще одному народу, Муаву. И это родственники, тоже живущие к востоку от земли Израиля. «Так говорит Господь, к трем преступлениям, добавляет Муав, четвертое, не пощежу. Он кости эдомского царя пережег вызвесть». Ну, такое действие, которое является оскорблением памяти умершего. Вот и дометяне, и мавитяне, они и друг с другом воюют, не только с Израилем. И для того, чтобы как бы оскорбить, унизить даже умершего царя, он не оставил в покое, кости обычно сохранялись. То есть, людей хоронили не так, как сегодня у нас закапывают землю, а их скорее клали в погребальные пещеры, и там тело истлевало, но кости сохранялись. И поэтому можно было вот в любой момент пойти их увидеть, или в данном случае завоеватели какие-то могли схватить эти кости, сжечь, что-то с ними сделать. И вот, оказывается, не только преступление против своего народа обличает пророк Амос, но и против другого такого же языческого. «Пошлю огонь на Муав, уничтожит он чертоги Кириота. С воплями Муав погибнет под крики войска и звук рога. Лишу его вождей, убью его вместе с ним, его князей, сказал Господь». Вот на этом очень хотелось бы закончить книгу пророка Амоса и сказать, как все замечательно, все наши окрестные народы враги и сволочи на нас нападают, друг с другом тоже воюют, Господь их не пощадит, Господь их накажет, а с нами все будет хорошо. К сожалению, книга пророка Амоса продолжается, и мы в следующий раз почитаем, про какой народ Амос будет говорить дальше. И, наверное, этому народу было бы совсем неприятно слушать это из Устамоса. Но мы послушаем в начале второй главы.